Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Другие темы абстрактные в том числе, ну то есть не имеющие отношения к моей непосредственно профессиональной деятельности Прямо непосредственно профессиональной Хочется поговорить на темы общие Я ведь не зря и для этого завел во всех социальных сетях сообщество, которое называется «Куклами философов» И вот сегодня я хочу поговорить о кино Ну не вообще там о кино, эта тема очень-то большая Можно конечно долго говорить о том, как подбирать фильмы для просмотра Ну в смысле не мне вас учить, как это делать, каждый это делает сам как хочет И я имею ввиду, как подбираю фильмы для просмотра я и чем руководствуюсь Я вам расскажу просто о том, как я смотрю кино И что я посмотрел за последнее время, прямо вот сейчас буквально Вам расскажу, а может вам это будет интересно И тогда, значит, вы может быть даже пересмотрите свою консерцию на просмотр фильмов А кто-то может и посмотрит то, что посмотрел я И расскажу я вам сейчас о кинофильме «Ромео и Джульетта» Все, половина народа с эфира так пюм сразу свалила Ну давайте я не сразу начну о «Ромео и Джульетте» Я расскажу о том, как я вообще смотрю кино Я вообще человек довольно прагматичный Несмотря на то, что романтичный Вот как это не парадоксально, но это так Я когда смотрю кино могу и слезу отпустить Очень же запросто Такое бывает Вот смотрел, совсем недавно пересматривал, постучаться до небес Ну это вообще Реально Чуть ли не разрыдался Вот, но я сейчас не об этом О «Ромео и Джульетте», значит И о том, как я подбираю фильмы И как я вообще предпочитаю фильмы глядеть Смотрите, я, конечно, чем-то руководствуюсь Может быть, какими-то советами Может быть, какими-то анонсами И так далее Но я смотрю и пересматриваю частые фильмы старые Далеко не все Я не считаю, что надо посмотреть все Обо всем составить свое представление, точку зрения Я смотрю то, что в какой-то момент отвечает каким-то моим потребностям Учитывая то, что я много читаю Изучаю, слушаю аудиокниг У меня в какой-то момент формируется какое-то настроение Формируется какое-то понимание И отношение к какой-то проблематике И по этому поводу мне хочется что-то посмотреть Тут, вероятно, что-то было связано с Майки Шекспиром Почему-то там, может быть, издалека, возможно А вообще совпало много всего Я послушал и песню, значит, Элизи, Мадемуазель, Смиджульетта И попалась мне уже из мюзикла Песня Короли ночной Вероны Короли ночной Вероны на миксные законы И мне захотелось посмотреть, прежде всего, мюзикл И пересмотреть Ромео и Джульетта Вот просто вид фона То есть я работаю на двух экранах, на мониторах На одном из них я хотел запустить с мюзикл Я так и сделал И в процессе этого, а я же прагматик, опять же Я решил изучить тему всесторонней Во-первых, я решил перечитать с Ромео и Джульетта Но сделать это попозже А захотел посмотреть, какие были экранизации за все время И вспомнил, что мы в 2013 году ходили с дочкой на экранизацию английскую То есть, ну, британскую И, в общем-то, ну, понравился фильм Хорошо снят На то время мне он показался, наверное, лучшей На экранизации Ромео и Джульетта, которую я видел А до этого буквально я посмотрел на экранизацию То есть, раньше, с 2013 года Это современная постановка Фильм, где главной роли, значит, играет Леонид Ди Каприо Ну вот Значит, ну, интересная постановка Осовремененная такая Осовремененная такая Господи, что-то Осовремененная такая Заплетык языкается Вот, ну, тем не менее И вот тут я, значит, подумал А что еще было Нашел я несколько, значит, русских фильмов И, да не несколько, а парочку буквально И, значит, удивился, что у нас-то на это постановка Была, ну, не очень популярная И не реинкарнируют ее уже давным-давно А вот почему-то Случайно совершенно напал я на Ну, в связи с этим, что подбирал Значит, искал на музыку из кинофильма Ромео Джульетта 68-го года Постановка Где главной роли, значит, играет Оливия Хасси Я тут же посмотрел, значит, рецензию на этот фильм После того, как эту музыку прослушал Я ее давным-давно знаю В симфоничном исполнении А здесь это была песня Мне захотелось именно послушать песню на английском языке Как она реально в этом кинофильме звучит И, значит, играет эта песня Вот эта Ну, красивая Ну, извините за мое, значит, исполнение Но, тем не менее И вот поют на английском Причем так разборчиво, хорошо, вообще понятно все И идет это К отрывкам из фильма Как раз, где Ромео первый раз видит Джульетту, она его И вот в этом коротком фрагменте Песня идет 5 минут И 5 минут идет сюжет из фильма Я просто вижу игру Ну, как сказать, актеров Просто фантастическую Особенно этой вот Особенно этой вот Оливии Хасси Я сразу Надо посмотреть А что это такое вообще Почему я не видел эту постановку Начинаю, значит, искать Про этих актеров Начинаю искать про Оливию Хасси Узнаю, что я на тот момент там был 20 минут Вот Китаю про этих актеров Про то, как они снимались в этом кино Какова их судьба И начинаю проникаться тем, что я хочу посмотреть эту постановку Смотрю еще несколько, значит, отрывков Хочу найти на Ютубе Ну, извините, да, хотел на Ютубе найти На Ютубе не нашел, представляете? Нету Начинаю искать по видео кинотеатрам Ну, кинотеатрам на Smart TV На Иви На Амедиатеке На всех Нету Этого года постановки Начинаю просто Ну, искать в интернете Нахожу, знаете, где? В Одноклассниках Залито на видео Поэтому вот я рекомендую, да, посмотреть Вот Также на Mail.ru есть Там люди заливали Но перезаливали тоже с Одноклассников В хорошем качестве есть в HD Прям реально Вот И читаю с рецензией Что это одна из лучших мировых экранизаций Ромео Джульетта Все Собираю всю семью Говорю, давайте сегодня обязательно посмотрим Потому что Ну, как же, лучших экранизаций Надо посмотреть обязательно И, знаете Вот не пожалели ничуть Посмотрели эту вот экранизацию 68-го года Еще раз Ромео Джульетта 68-го года Экранизация 1968-го года Фильм, кстати, цветной Озвучка классная Есть он в Full HD Но имеется в виду Тогда не снимали в Full HD Но я просто к тому, что Он уже переоцифрован в Full HD И нормально вот такого качества Как лучшее качество было в VHS в то время То есть вполне нормально смотреть Можно Учитывая то, что там графики компьютерные нет Кино Ну, это игровое То есть там главная же игра Ну, так сказать, актеров самих Ну, фильм просто обалденный Игра актеров делает весь этот фильм Играют люди просто фантастически А Оливия Хасси Которая, я еще повторюсь На тот момент 21 год Играет она 14-летнюю Джульетту Но она очень молодо выглядит При каких-то раскладах Можно ей Даже и дать 14 лет Прямо реально Ну вот Потому что современные молодежи Девочки бывают Она в 14 лет вот так и выглядит Вот как она Просто Споразил подбор Актеров Кто этим занимался Просто, ну, фантастика Режиссер Молодец Игра актеров Обалденная Такой типаж Джульетты Такая вот Простота Наивность Искренность чувства Игра глаз Ни малейшее Нигде не просквозило Вот какой-то Ну, пошли в глазах Которые все-таки У голливудских актрис Присутствуют Потому что они Рано становятся Там умудренные Жизненным опытом Самого разного рода Вот Прошу прощения Если кого-нибудь обидел Вот Но тем не менее Здесь этого нет Это вот просто Обалдеть можно Обалдеть И он играет Очень хорошо То есть Забыл как актера зовут Вот Так что я Обязательно рекомендую Музыка прекрасная Все остальные Ну так То есть Артисты Которые там играют Монтеки Капулетти Весь род Вот Тибальт Один главный Действующих лиц Тоже Ну Игра Просто Обалденная Вот Поэтому обязательно Посмотрите Не пожалейте И Я рекомендую вам Конечно Всегда Посмотреть на Какую-то Чтобы составить Представление О культурном Наследии Предположим Все-таки Это произведение Шекспира О Романо и Джульетте Вообще Со всех Сомбестар Посмотреть Разные произведения Обязательно Посмотреть Мюзикл С Романо и Джульетте Ну Не мюзикл Я бы сказал Что это рок-опера Скорее Вот так Вот Наверное Да Ну Какие-то Тонкие Нюансы Между мюзиклом И рок-опером Существуют Не знаю Может я их для себя Придумал Но тем не менее Мне кажется Это больше на рок-оперу Похоже Вот Обязательно Посмотреть Ее Обязательно Перечитать С высших спин Кто не читал Обязательно Прочитать И вот Когда с разных сторон Вы это все посмотрите Вы действительно поймете Что Что-то лучше Что-то хуже Что-то интереснее Кто-то Мне когда-то говорил Что лучше На самом деле Посмотреть Что-нибудь одно Рефлексировать И только через Какое-то время Вернуться Ну вот я Пробовал Давно Так делать Мне Такой подход Не импонирует Я Обычно Когда Меня интересует Какой-то вопрос Я пытаюсь В очень короткое время Максимально По этому вопрос Посмотреть С разной Информацией Вот Поэтому я Парамону Джульет Сразу Все со всех сторон Я накинусь И Вот В наш Кризисный Такой Период Когда Голова Забита Работой Какой-то Часть Рутиной В каком-то Месте Присутствует В жизни Такой Так называемый День сурка Когда очень много Происходит Однотипно Каждый день Именно поэтому И время У нас Движется Очень быстро У детей Время медленно Идет Потому что Они делают Много разных вещей И они узнают Много нового Чем человек становится Старше Тем время Идет для него Быстрее Потому что Он живет в ритуалах У него очень много Повторяется Он делает Это на автоматизмах И Время летит От пятницы до пятницы От понедельника До понедельника Поэтому Чтобы разнообразить Это все Нужно обязательно Что-то Смотреть Переживать Какие-то чувства Переживать эмоции Учиться Не потерять Это все дело И конечно Такие великие шедевры Как Ромео Джульетта Шекспира Они позволяют Это дело сделать А еще будет Вообще Классно Если вам удастся Попасть На какую-то Постановку Ромео Джульетта Живем В театре В музыкальном театре Сходить на балет Ромео Джульетта Вот Посмотреть какую-нибудь Современную постановку Современной хореографии Ну то есть Со всех сторон Будет очень здорово Послушать Те же композиции Из мюзикла Из рок-опера Ромео Джульетта На французском И на английском языках И итальянском Если найдете Вот это кстати Роритетная такая штучка Но я Что-то находил Буквально парочку С произведений Вот Не знаю Скину ли я потом Ссылки под этим видео На это все Но вот на кинофильм 68-го года Я постараюсь вам Ссылочку Скинуть Я ВК по-моему Либо в своем основном Аккаунте на стене Либо В сообществе Кухонный философ Скинул Эту ссылку Но теперь Когда вот это видео Я буду перезаливать На ютуб Я его обязательно Помещу во всех Социальных сетях В своем сообществе Кухонный философ И там ссылку Я обязательно На этот фильм Дам Прямо Очень рекомендую И А вас прошу написать Что вы думаете В Шекспире Давно ли Вы читали Что-нибудь у него Какое ваше Любимое произведение Конечно Я лично говоря Хотел бы Чтобы вы На эту тему Отрефлексировали Все-таки Потому что Многие Просто сразу скажут Да, в Гамлет А почему в Гамлет А потому что Мы знаем только Гамлет и Ромео Джульетта Но Ромео Джульетта Это самослюние Телячьей нежности А Гамлет Вот это великое Социальное произведение Посему и все Вот не хотелось бы Чтобы вот такой Был формалистический подход Потому что Например Я тоже считаю Что Гамлет Это великое произведение И в Исполнении Высоцкого Здесь я с Дмитрием Абсолютно согласен Что В исполнении Высоцкого На Гамлет Очень Очень Хорош Хотя Многие считают Ну Смоктуновского Прям хорошим Там это Гамлетом И в исполнении Значит Иннокентия Смоктуновского Я слушал Гамлет Еще и В аудиокниге Причем мне это не просто Из фильма Перетянуто А именно Начитано им Но нет Высоцкий мне Нравится Он там Зрелая такая Личность Серьезная Вот Более Социальные Произведения Это Вот Быков вообще Шикарно сказал Что В исполнении Высоцкого Гамлет Это сильная Личность В слабых Обстоятельствах И поэтому ему В этом его и драма Собственно говоря Вот Ну и Но тем не менее Вот После последнего Просмота Ромео Джульет Мне больше нравится Ромео Джульет Почему? Ну потому что Вызвало во мне Такую бурю Интересных Чувств И несмотря на Трагическую развязку Этого произведения Произведение В общем-то Светлое Ну реально Светлое То есть Оно Показывает Людей Что они Люди Их страсти Там На самом деле Ведь Страшное произведение Да Вот Зависит от того В какой контекст Его поместить Ведь смотрите Сколько Смертей Там Да Дуэли Какая-то Глупая Борьба С двух Родов Которая Ведет К такой Ну Трагедии Но В то же время Люди При этом Остаются Людьми Переживают Яркие Эмоции Чувства Есть среди них Барды Композиторы Которые пишут Красивые песни Люди Любят Любят Искренне Любовь Настолько Сильная Настолько Мощная Эта страсть Она не пошлая Она такая Эстетичная Что Задумаешься Не теряем ли мы Что-то В нашей жизни Когда делаем Ее чрезмерно Прагматичной И не теряем ли мы Какие-то Свои Человеческие Качества Вот Я Не говорю К тому Что-то В этом Произведении Должно Быть Сами Примером Истинный Художник Он на самом Деле же Всегда Пользуется Гротеском Ну Если это Только нереалист Драматург Он всегда Должен Немножко Гипертрофировано Как-то Сами Показывать Какие-то Там Аспекты Жизни Если любовь То это Наивысший Ипостаси Чувства Если это Ненависть Это наивысший Ипостаси Ненависть Потому что Именно в таких Экстремумах В таких Вот Краях Максимальном Проявлении В такой В такой Гиперболе В такой Гиперболе Неправильно Слово Здесь В такой Вот При увеличении Таком Вот В накале В таких Вот В Максимализме Сравнительном Мы И Видим Действительно То Что Должно Действительно Волновать Потому что Когда Это 50 оттенков Серого Я не про Фильм Говорю А про То Что Вот именно Серого Что Жизнь Она Это не Черное Белое Это Реализм Это Конечно Хорошо Это Хорошо Но Когда Мы Хотим Взбудоражиться Когда Мы Хотим Понять Что Такое Общечеловеческие Ценности Что Такое Мораль Нам Нам Нужны Примеры Яркие То есть Экстремальные Примеры Примеры Которые Вот Прямо Ну Не Изряда Но Которые Показывают Высшей Выпостаси Появления Того О чем Мы Говорим И Вот Здесь Конечно Роль Великого Художника В том И Заключается Чтобы Суметь Это Классно Преподнести Вот Шекспир Как раз Один Из Таких Это Просто Здорово Вообще Я Сам Говорил Что Я буду Записывать Видео На Вот Но Тем Не Менее Тот Кто Любит Больше Контент Нежели Его Чистую Форму Я думаю Что Это Будет Интересно А Какие Это Если Будут Отзывы Хорошие Я Перезапишу Именно В интерьерах Подкаст Может Быть С Иллюстрациями С Игрой Но Дает Либо Ребят Девчат Мне Надо Чтобы От Вас Была Обратная Связь Были Лайки Были Ответы Какие То Тогда Я С Удовольствием Буду Делать Делать С Большим Удовольствием Вернее У меня Будет Большое Желание Это Все Перезаписать Чтоб Это Было Красиво Вот Ну А Сейчас Я В Принципе Уже Подъехал На Тренировочку Опа Тренировочку Хотите Кстати Заодно Покажу Как Выглядит Подземная Парковка В том Месте А я Наверное Не покажу А Нет Покажу Там Где Мы Тренируемся Сейчас А Не Видно Ну Если Только По Краям Вот Надо Будет Кстати Телефон Переделать Чтобы Можно Было Показывать Что Впереди Вот Ну Что Друзья Обязательно От вас Жду Комментариев Отзывов Очень Хочется Очень Хочется